Благоустроенный, уютный, красивый, доброжелательный. Еще сотни эпитетов можно адресовать Краснодару. А еще наш город очень гостеприимный. Ежегодно к нам приезжают тысячи людей из разных уголков не только России, но и мира. Многие остаются здесь навсегда. Здравствуйте, с вами Михаил Молчанов. Сегодня встретимся с теми, кто оставил родные края для того, чтобы связать свою жизнь с кубанской столицей. Увидим Краснодар глазами приезжих. Зовут его Алексей, перебрался в наш город из Волгоградской области. Узнакомимся. Приветствую, Леша. Приветствую. Волгоградская область. Откуда именно? Город Камышин, если конкретно. Численность населения? Чуть больше 115 тысяч. Ну, в принципе, такой средний, даже небольшой городок. Да. А рядом город Волгоград. Город Миллионник. Где есть даже метротрам, о котором мы только пока еще можем мечтать. Да. Почему Краснодар? Это южнее. Как минимум. Это было бегство от суровой русской зимы. Возвращение параллельно на историческую родину отца. А, он из Краснодара? Из-под Кропоткина. Из Кубани. Да. И он с детства говорил, как же там было хорошо. Мы по советским временам переехали, потом он военнослужащий был и по стране поездили. Поэтому получилось, что университет закончил, получил образование. Нужно было выбирать. Может быть, еще какие-то факторы? Ну, во-первых, он крупнее все-таки Волгограда. Да, говорят, это с агломерацией. Вот. Это раз. То есть для молодого человека перспектив больше. Это первое. Второй вариант – это море. Я сажусь в машину, 100 километров, и я на побережье. Курорты. И не нужно ехать целый день. Не нужно планировать отпуска. Мучиться в длительной дороге. И я вечером вернулся. Как ты сказал, отец родился, можно считать, в Кропоткине. Ну, рядом. Все равно наш южный человек. И в Ленинградской долгое время жил. Поэтому он, да, Кубань. Наверняка же он тоже рассказывал о Краснодаре, о Кубани. Вот какие были впечатления? Мои впечатления о его рассказах в целом позитивные. И он просто сказал, что в веянии времени Советский Союз, тогда казалось, переезды в более крупные города – это одинаково. А потом, когда развал уже Союза произошел, возникла именно вот этот вот диссонанс между Кубанью и остальными частями Родины. И поэтому, вроде, перспективней, больше людей. Например, возьмем статистические просто данные. Волгоградская область – это примерно 2,5 миллиона человек на всю область. А здесь больше пяти. Да. То есть сразу мы, оп, на заметочку. Давай немножко сравним. Город Волгоград – первый город, да? И Краснодар. Есть какие-то схожести? Да, есть определенный… Вот если человек здесь встраивается между автомобилей, его обязаны пропустить. Ему неважно, прав он или не прав. Нужно тормозить и пропускать. Менталитет. А если взять вообще, в принципе, вот разницу у Волгограда и Краснодара. Краснодар, он же, если сверху смотреть, более компактный. А Волгоград – один из самых длинных городов Европы, больше 100 километров. Конечно, две несчастные эти улицы, счастливые, продольные. И вдоль них все это дело происходит на Волге. А здесь мы более компактно находимся, чтобы, собственно, более удобно. Поэтому по качеству жизни город Краснодар – Волгоград. То же самое. Разница существенная, по крайней мере, на тот момент, когда я переезжал, а это было в 2011 году. Разница была существенная, во-первых, в чистоте. То есть я здесь впервые увидел… Здесь чище? Сто процентов. Потому что, когда ты выходишь на Красную улицу, для меня был носос, как для приезжего в этот город, что машина со шваброй убирает какой-то песочек вдоль бордюров, вдоль которого, я попрошу отметить, уже и так чисто. Что она там убирает, я, честно говоря, не знаю. Для меня, как волгоградского человека, это было крайне удивительно, потому что я привык, что гора песка лежит у бордюра, и она метет в лицо. Все переступают, да? Да, она метет в лицо, там перекати поле, степи. Нет никаких вот этих неадекватно валяющихся вокруг бумажек, потому что у Волгограда была такая проблема. И у Саратова тоже. А что ты слышал от друзей, которые бывали здесь чаще? Они говорят, что здесь очень дороже жить. Здесь стоимость недвижимости существенно выше, чем Волгоградская область. Опять-таки, это из-за климатического положения. То есть, ну да, поэтому здесь считается курортным регионом. И поэтому, ну на самом деле, продукты, вещи, все абсолютно то же самое. Особенно сейчас, с развитием времени, вот эти все торговые центры абсолютно одинаковые. Что Питер, что Волгоград. Продукты, да, чуть выше. Вот это я заметил. Продукты действительно, да, ну вот розничные цены, обычные на обычные продукты питания, чуть-чуть дороже здесь все-таки. Но и зарплата выше. То есть, для Волгоградской области наши зарплаты это... А вы что, правда, столько получаете? Сколько у вас? Ну, средняя зарплата? Скажем, средняя зарплата же считается что-то около 30, ну так, городская, да, краснодарская. А там стандартная зарплата все равно ниже. Ну, там 25-20. Для Камышина это если... Ну, хорошо, это средний город. Может быть, это некорректное сравнение между мы же Краснодаром и Волгоград сравниваем. Но там вообще, то есть, если МРОД, это прямо они... Ой, как здорово, как хорошо. Как много твоих знакомых и друзей переехали сюда. И вообще было такое, что они говорили, Леша, бросай все, беги сюда. Да. Ну, таких вот, которые меня звали сюда, нет. Я был первым, кто приехал сюда. Я как первооткрыватель. И вслед за мной поехала моя родня. То есть ты, ты человек, который зовет Волгоградцев сюда, да? Да, получается так. За мной вслед приехал мой лучший друг со своей семьей из Саратовской области. И за следом за мной обратно все-таки смогли перебраться на Кубань мои родители. Там все продали, здесь все купили. Такая поговорка, да? Где родился, там пригодился. Вот никогда не возникали, вот за эти даже семь там или сколько лет, чувства, что все-таки родное тянет обратно, скажем, в то место, где отдал в жизни больше всего времени. У меня такого не было. Кто-то, может быть, действительно ностальгирует, но у меня такое нет. Я, когда просто я переехал, я... Ну, это же все, наша родина, Россиюшка. И где мне больше нравится, я там и живу. Поэтому я там все посмотрел, я понял, что это такое, почему я не могу переехать там, где мне кажется лучше. О недостатках. Я думаю, это не будет каким-то укором, да, городу. Но все-таки услышать от человека, который вот здесь не родился, а переехал. Какие у Краснодара минусы? Ну, конечно... Такие самые большие, которые тебя, может быть, чем-то задевают. Ну, менталитет, наверное, действительно. Это есть такое. Именно вот Краснодарская, вот это вот такое необязательность, скажем, Краснодарская. То есть, ну, очень интересно, друзья, в чем это проявляется? Оно как бы редко... То есть, если мы договорились встретиться в 12, редко кто встречается в 12. Ну, вот именно, как мне первое впечатление, как приезжего было, что это не всегда означает, что в 12. Может быть, люди такие появлялись в твоей жизни, что вот так относились к тебе? Почему-то, насколько я знаю, сколько лет здесь живу, пунктуально. Ну, это было всего лишь первое впечатление. Такого, что сейчас такое происходит часто со мной, тоже не могу сказать. Ну, это вот именно впечатление, как приезжего. Хорошо. Есть те места в городе, где ты любишь отдыхать? То есть, утром, к примеру, это пробежка где-нибудь, даже, может быть, по улице вечером. Это променад тоже в каком-то твоем вот самом любимом месте. Какие? Ну, все зависит от того, где человек живет, но если конкретно меня брать в расчет, то я выезжаю, например, на Аврору, потому что там аллея и довольно продолжительная. И к вечеру включают очень красивый фонтан, который отреконструирован, и, соответственно, хорошее светомузыкальное представление. Ну, до вечера мы с тобой, конечно, гулять не будем, но сейчас предлагаю там тоже пройтись. Попробуем. Попробуем. Вот мы на Красной. Я понял. Здесь можно укрыться от жары летом. В общем, замечательное место, хотя в самом центре города. И все равно нас притянуло опять на Красную. Как бы мы от нее не убегали, как говорится, но все равно мы здесь продолжаем нашу экскурсию. Никуда не деться. Хорошая. Город, город большой. Конечно же, помимо центральной части, где еще бывал и что еще нравится? Я вообще стараюсь и всем советую все смотреть. Вот где есть, во все вот заходить за кололки, смотреть и следовать все. Потому что если не подмечать все эти тонкости и моменты, то будет скучно и будешь рассказывать, что да, там обычная одна улица и все, и нечего посмотреть. Человек должен сам видеть что-то прекрасное и что-то подпечатать, какие-то моменты маленькие, едва уловимые и быть вообще позитивным, жизнерадостным. Человеку-приезжему все-таки, на твой взгляд, чего не хватает Краснодару для действительно столичного облика? Или для того города, который будет, опять-таки, действительно казаться мегаполюсом? Такого, чтобы я был сторонником, снести весь исторический центр, застроить там и сказать, как новая Москва, нет. Или все-таки, может быть, ты считаешь, что Краснодару лучше будет остаться именно вот таким более домашним, уютным городом, несмотря на развитость? Скорее всего, да. Потому что все эти магазины, все эти торговые центры, мы их везде видим. А где мы видим свое, как ты говоришь, домашнее? Почему мы на Красную выходим и удивляемся всегда, что ходят все, как на курорте? Это причем и приезжие замечают. Они выходят туда, все в шартанах, все в этих пальмах, в маечках с пальмами, да, и в очках. И все как будто отдыхают. Ты уже не понимаешь, это местный идет или это курортник приезжий отдыхающий? Потому что все отдыхают. А у вас такого нет? Как-то не принято. То есть вот все равно колорит курортного города здесь есть, а там нет. Вот если подытожить нашу с тобой встречу, для тебя Краснодар – это? Ну, я считаю, что это, я бы не сказал, что любимый город, но это самый оптимальный вариант для человека с рациональным взглядом на жизнь. У каждого же родина своя. Кто-то говорит, вот я из Саратова, из Волгограда, но ни ногой, родина, не выбивший сердце никак. Я буду там пытаться его почистить или наладить, да. А Краснодар, он притягивает вот этой своей простотой и домашностью, вот этой обстановкой. Поэтому для меня он оптимальный город для жизни. Тем более для молодого человека. Ну, скажем, когда средний возраст, мы уже будем разговаривать о том, как в Великобритании, в Лондоне, все молодые в Лондон, в пенсии все из Лондона в пригород. Так, наверное, и здесь. Здесь прекрасные станицы вокруг, поэтому, мне кажется, оптимальный вариант. Да. Леш, спасибо тебе огромное за встречу. Я желаю, чтобы здесь ты нашел все, что тебе вот будет по душе. И чтобы жизнь твоя действительно в нашем городе протекала с удовольствием. Так и будет. С бывшим волгоградцем встретился, а на следующей неделе я познакомлю вас с дальневосточниками, а именно с некогда хабаровчанами. Дорогие друзья, у меня на этом все. Вы смотрели «Экскурсионный Краснодар». До встречи. Счастливо. 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 Счастливо.